Для тех, кто прошел войну и невероятной ценой добыл для нас победу, в эти майские дни по всей стране проходят парады и праздничные концерты. У ветеранов уже неважное здоровье, они не могут много ходить. Поэтому под окнами домов, где они живут, играет военный оркестр, идет строевый марш молодое поколение и поются военные песни. Перед вами проходят ученики Кодекской школы имени Грина Маледа Архибова. Второй год подряд столичные дворы превращаются в площадки для праздничных концертов. Это уже стало как добрая традиция поздравления ветеранов у дома. И мы очень тщательно готовимся к этим концертам. День Победы, потому что мы пилоты, казаки в Берлине. Все популярные песни тех времен. На кителе Николая Ивановича Пескуна медали за отвагу и за боевые заслуги. Орден Отечественной войны. Парад фронтовик принимает в полном облачении. 7 ноября 1942 года был призван в армию. Направлен в Энгельское мунометно-пулеметное училище, в котором проучился три месяца и должен был сдавать экзамены на офицерское звание. Но нас подняли по тревоге, присвоили звание сержантов и направили на фронт. Куда направили, мы не знали. В конце концов, я оказался в Сепном фронте у Конева. Ну и там 22 июля в разведке боем участвовал. За этот бой я получил медаль за отвагу. Ветерана поздравили кадеты, отряд мобильного особого назначения управления Росгвардии Почуварской республики. Ни у кого не возникло даже тени сомнений по поводу участия в акции. Это очень трепетное чувство, очень трепетные моменты. С чувством какого-то гордости и волнения внутреннего. Ощущение мужества, наверное, чего-то такого. Ощущение той отваги, того бесстрашия в лице ветеранов. Вот оно чувствуется. Вот с этими эмоциями мы исполняем эти песни. Агриппина Алексеевна Янович была несколько раз ранена на войне. Но даже в эти минуты она думала не о себе, а о солдатах, которые нуждались в ее помощи. Сегодня она подпевала оркестру. До более знакомой песни навевали воспоминания. В землянке, наверное, и вот синий платочек. Вот эти пили, наверное. Но у нас времени не было. Представьте же, идем по Брянскому лесу, черном черно-черника, вот чтобы взять, собирать, стоять, поесть, времени не было. Без конца с раненными, без конца с раненными. Прямо по локте руки в крови было, в кармане кусток хлеба, сухари, вот это ели, и времени не было. Без конца мышленно я пробегаю от Москвы до Геннексперта каждый вечер. Каждый вечер по боевым местам. Вот мы с кадетами пришли, поздравим вас. О, молодцы такие. И пусть вместо концертной площадки и площадка под окнами дома праздник получился теплым и душевным. Прошло 76 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Память о ней в наших сердцах все это передается от поколения к поколению, от родителей к детям, от сердца к сердцу. И главной силой этого родства является любовь к России, любовь к нашим близким, любовь к семьям. Именно наш солдат освободил Европу от фашизма. И, пользуясь случаем, я хочу всех наших ветеранов республики поздравить с наступающим праздником, с Днем Великой Победы, пожелать им здоровья, счастья, благополучия и всего самого-самого доброго. Екатерина Шиверова, Александр Отяков, Республика.